Однажды я нашел замерзший персик, отрезал уцелевшую ветку. Это одно из моих высших достижений. Он пошел гулять по России. И попадает этот персик к нашему другу, который называли волшебником Макарову, как его называл Волшебник Иванович. И вот Макаров, по природе своей, по паспорту Александр Иванович, начал продавать уже саженцы. И присылает мне фотографии, уже не со своего сада. Александр Иванович, если я ошибся, простите меня, потому что еще последует ритурительность так есть. Я мог спутать. Но я надеюсь, что это все так, что я не напутал. Это уже не мой сад. И это уже не ваш сад. Видите, оплоды крупнее моих уже. У меня, знаете, какие первые оплоды были? Разочарование, тихо, вот такие вот. Вот серьезно это. Вначале не вызревали. Потом начали вызревать, и размером были, и они преувеличили, вот. А набирать настоящий вес они начали уже в чужих садах. Вот. Есть реконсмен на Сахарине. 220 грамм. Вот это какие-то все безработки. Ну, для этого. Для камеры до начала. Господи, какое для меня счастье, что человек, понимаете, я живу на свете ради этих закаток. Ведь это же дети будут есть. Дети, дети, дети. И я практически уверен, что этот человек, который получил готовый саженец от Макарова, да, я абсолютно уверен, что он ничем не обрабатывается. Абсолютно уверен. А чего обрабатываешь? Ладно, бывает грустно. Так, осталось 20 минут. Специально, видите? Сергей Хранцин. Все равно, что я не знаю, откуда у него персик. Он попросил прокомментировать. Вот это. Подскажите, почему скручиваются лица персика? Ну, я люблю иногда. Я не знаю, мой это персик. И мы, вот, я думал, вот, опять, такие фотографии, они нужны для студенчества. Если студент будет знать, что это означает, и как надо реагировать, и как надо отвечать, да, тогда что? Раз вот так, тогда он может вырасти и стать настоящим садоводом. Ну, и все, попробуйте сначала. Вы попробуйте, раз, и тут же ответит. Ну, давайте постепенно. Значит, отвечать. Я вас немножко интригую. Ну, допустим так. Берется человек. Да, я всегда сравниваю. Мы одну кровь из деревьев. У нас много общего. Вот. Очень много общего. Только я сейчас не буду пальцы загибать. Ну, вот, взяли человека. Связали, привязали руки-ноги и положили его на пол. Почему связали? Вы видите, дерево связанное. А чтобы он не мог встать. То есть насильно. Вот и дерево встать не может. Видите, не может. Оно подняться не может. Ну, даже верхрость. Оно не может. Вот. Оно пришпилено. Вот человека привязали, положили. Да еще так же пришпилили, чтобы не мог шевелиться. Вот он даже с сутки двое. О, кормят. Может, даже воды дадут, а. Может быть, еще в рот что-нибудь сунут. Свои руки-то связаны. Идет тень за днем, месяц, за год, за годом. А потом что-то, это, он подыхать начинает. Вот в первом смысле. Все подыхает. И вот такой же пришпиленный связанный с авиацией увидите. Теперь представьте себе, как его надо было расти. Ну, наверное, догадались. Верти-ка-ль-но. В этом смысл жизни. Расти вверх. Это природой заложено. Здесь, в данном случае, дикое, страшное извращение. Согласны? Это раз. Теперь берем крупный план. Да, ну, походу, вы видите, черный пар. Значит, пища бывает природная и искусственная. Родная пища – это то, что падает на землю, перегнивает, червями вытаскивается вниз, перерабатывается, потом подключается к грибам, и, наконец, микориза, и дерево накормлено. Наша искусственная еда. Ее или слишком мало, она не усвоит, или слишком много, не дай бог. Потом обижаемся на дерево. Они плодоносит, жирует. В данном случае мы видим черный пар. Никакой травы, ничего нет. Ладно. А теперь берем крупный план. Вот моя любимая тема. Видите? Значит, итак. Здесь, скорее всего, было так. Вот храна, видите, черная. Вот она. Откуда она взялась? Здесь была ветка. Наверное, ниже, если надо, ниже, ниже. Ствол. Я уже чувствую просто, в школе чувствую, что так не бывает, что вот прямо вот тут он, брод земли. Вот тут где. Вот. И еще метр. Еще метр. Вот церковь не показался того человека вместе с этим. Не стал показывать. Вместе с полутора метровыми этими. Вот такой же толщины штамбурный. На конце вот такая развилочка. Вот. То есть накинем сюда метр. Этот метр был искалечен. И судя про этого черного пятно, здесь была трезновеска. Наверное, и топа десяток была трезвена. Так. Вот. А значит, это коллега. Через эти раны туда попадает. Или влага. Видите, мертвение началось. Вы сейчас разрежьте поперек. Челк. Этим. Вот эти, вот эти, как их называть. Вот. Челкнули. И увидели в разрезе. А в разрезе видите различную мертвичину. И вот, если такая рана не одна, это догадка. А тут, с той стороны, можно. Они обычно тут, значит, еще рана. Тут, с той стороны. В той, еще и тут, допустим, 5-8. Итак, мы увидим больное, искалеченное дерево. И листья начали с... Ну, как они могут по-другому прогибать? Ну, как скажите? А вот они прогибают просто-напросто. Еще дополнительная так. Листья распрямляются, когда влагу испаряют. И листьям, возможно, не хватило влаги. И тогда они скукоживаются по принципу, чтобы сохранить влагу. Они снижают площадь испарения. Видите? Ну, теперь я сейчас скажу. Я думаю, пятерку бы я заработал. А может быть, двойку. А может быть, если это двадцатый мой такой ответ, исключение из института. Потому что вот этот длинный штаб искалеченный, это для них, на данный момент, для прочих учебных заведений, это святое. То есть я, возможно, не современный студент. Я, например, заглядываю в будущем. В будущем когда-то будет отменена вот эта глупость длинный штамп, понимаете. И еще станет для места. Нет. Возможно, сегодня я бы, предсдавая экзамен, я бы получил двойку. И здесь то же самое. Вот это отношение к этим. Ну, сразу скажу. Я сразу набрал, значит, похожее изображение в Яндексе и дошелся на листу, то ли двести. То есть, когда-то кто-то первый взял эпидографию, дальше используются коммунилин. Что такое коммунилин? Начинается все правильно. Сейчас, секунду. Начинается все правильно. Включение сада отличает от грешенников. Кара – это кожа дерева. Удивительно, он мне человек написал. Вот. По которой поступает питательное вещество, к листьям плода. Ну, вообще-то, роль коры – это не проект. Как вижу коры, есть камеры. Вот. То есть, это человек, который, ну, скажем, мягко говоря, слышал звон. Про камеры он не слышал, а по коре поступает питательное вещество – нет. У коры другая роль – это кожа. Вот. Правильно, что кожа? Только по ней ничего не поступает. Иногда в садах столовые ветки покрывают лишайники или мох. Причину бы назвал. Искалечил дерево. Он начинает умирать. Нет. Он этого не знает. Лишайники мог не только затруднять это дерево, но этих ветках плодаются, что они такие крупные и сочные, какие могли быть. А вывод один – лишайники обязательно уже удалять. Господи. Лучше это делать механическим путем осенью и ради весны. А ведь там и пятьдесят тысяч просмотров. Ой, вот. Возьмите тревожную капронную или металлическую щетку или скребок из плотной древесины. Аккуратно чистите. Вот это страшная вещь. Т-т-т-т-т. Потом опять опрышки. Теперь в железном купоросе. Еще и грунт по дереву. Потому что это ясно, что раз с дерева это упало на землю. Это же зараза. Вот это вот упало на землю. Надо цикл землю перекопать. И так далее. Вот. И что получается? Вот. Ох, ну, нифига не получается. И что получается? И когда вот это он написал, да, что интересно, там было то, что называется, комментарий. Внимание, читаем комментарий. Вот это человек написал, который вообще понятия ничего не имеет. Он не знает, что, значит, покрывается, ну, как бы сказать, под человеческим словом, коростая. Назовем коростая, да. Так лучше, там, хили, шайники, там, это. Вот. Коростой покрывается. И теперь получается, если это счистить обратно, дерево живет, а там под ним уже все мертвые кора. Почему? Это все грибы растут, так же образом называют грибы. Вот. Все это короста растет только на мертвом участке. Вот тут живой еще, а вот мертвый тут живой, а тут мертвый. Вот. И не имеют об этом ни малейшего понятия. Использовали, делать нехрен, фотографии из интернета, вот такую, и все. И вот что дальше. Я бы тоже, ну, мы про это уже говорили, и про подлость, про скребок, и металлическую щетку, подлость из света, да еще не нужно это делать, только хуже будет. Дерево потеряет последнюю защиту. Пусть защита из этой короста, но защита все-таки. Счистишь, вообще ничего не будет, никакой защиты. Не знает, не понимает, ничего. И вот мне понравился вот этот. Вот я бы не стал бы, но мы проходили с вами, пусть другие были фотографии. Вот. Но это все одни тоже, это плохо, лишайники затрудняют рост, ни хрена не затрудняет рост. Это вы затрудняете, искалечили дерево. Оно умирает, появляются решайники, естественно, мох, естественно. Внимание. Итак, комментарии. Внимание. Три года боролись. Вырезали, брызгали, вырезали, брызгали. Заразили абрикос. В итоге, волочным вишем все кусты выкорчевали, сожгли. Теперь абрикос вырезаем, брызгаем. А волочный молодой посадили на другом месте. И вы знаете, всегда вот этот куст слайда. Класс. Хи-хи. Сейчас я люблю. Класс. 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 Ну что, понятно, нет? И вот сейчас мы будем заканчивать. Вот. Фотографию, что такое техника безопасности, мы проходили. И эту милую девушку вы знаете, это Юлия Матвеева, в которой мы с вами с гордостью. Первая фотография, помните? Грибы, о, грибы. Эти самые китайские сливы. Уссурийские сливы. Это делорук ее, ее семьи. Вот так. А я вот ради чего. Ну, проходили мы это. Что, опять, надо легче читать. Как надо разобавлять, как надо защищаться. Вот ради чего. Видите, я уже гриб тоталик. Вот он, родной. Вот он. Здесь примерно уже дерево 25 лет. Вот здесь. Оно уже покрывается грибами. Вот. Единственное, я считаю, что этот гриб возьмите стамеску. Возьмите его, вырубите. И окажется, что вы спасти дерево. Нет. Прошло время, вот все от него осталось. Вот. Оно бы еще более 20 служило. Но здесь была яма. Я, когда учился, когда я первые панельники делал лет 20-25 назад, я из ранних, говорится, из этих, из ранних. Вот. Здесь была большая яма. Я не зажибал, я не брак. Вот. И посадка была в яму. И дерево было, ну, несколько раз тоньше. И здесь оно было ниже в этом уровне земли. Оно было покрыто этим самым. Такой полосой, белой полосой, ну, как это гриб назвать? Ну, Ну, плесень и плесень. белая полоса плесени. Шли годы, дерево постепенно умирало. Вот видите, ветки сухие, как год за годом. Вот. Яма зарастала сама. Почему? Если нормальное дерево, это учил бы, друзья. Посадили на ровном месте, у него два варианта. Хуже всего, слева, они терпят влагу. Видите, это слева была. На ровном месте всадишь, она растет. У него 30 лет прожила даже будущую яму посаженную и плесенью покрылась по диаметру нижего уровня почвы. Я фотографии туда не догадался и дал. А дерево посажено на ровном месте два пути. Быстро умирают абрикосы и груши. Об этом не знают специалисты, которые так садят портят доктора наук. Я критиковал. Не называя премию, даже лицо не показывал. Просто показывал, что они куда-то заехали туда. И вот получается, что посадили на ровном месте дерево два варианта. Первое умереть, сдохнуть по-русски говоря, за несколько лет. Еще касается груши и абрикосов. А если не успел, второй путь. Они быстро растут, абрикосы быстро растут. Они быстро набирают вот такой объем, то есть корни под землей растут и выпирают землю наружу. И получается холм. Захожу я в лес, я целый фильм там сто тысяч просмотров. Редкий случай. Я ходил, ходил от дерева к дереву, от дерева к дереву и показал. Везде холмы, были вот такие гигантские холмы, вот эти деревья. Их никто на холмы не садил. У них, а еще показал дерево, внизу покрыто полностью грибами. Там сыра. То есть короткие венки. В природе все предусловно так. Вырасти, вырасти, но если туда попал, я убрал. А почему мы делаем сознательно, чтобы умирать? Я мы делаем. Дожили 20 века, и где бы хоть раз кто-то бы присоединился ко мне. Потому что враги, они как-то по-своему себя ведут. Помните, Валерий Корсенович, пожалуйста, пропагодируйте свой метод, посадку на родокол. Ну пожалуйста, не критикуйте вы людей, которые делают по-старому. А у меня миллион просмотров, это значит 10-20 миллионов деревьев будет уничтожено. Ну что же мне делать-то? Я посетился показать все, которые кандидаты наук, он так красиво рассказывает целый фельд годом. А в руках держит садик, призназначенный на гибель. Полутки, полтора метра вот такой этого черешня. А почему не от земли? Поставьте его покой, он все кроны собрасти. Ну все. Сейчас смотреть, осталось несколько минут, я посмотрю, не упустил для чего-то важного. А потом будем об этом говорить, а более важным. Вот. Вот жалко Милая Мирослава, да? Здесь есть несколько, здесь несколько. Я вот это вот снял отдельный фильм, вы видели его, нет? Амиро. Дело в том, что вот доставали ваши письма, я прочиснулся, снял отдельный фильм. Да. Вот. А потом думаю, господи, сколько народа его видел? Сто или двести человек. Существует культ насилия над растениями. Представляете, это страшный культ. Это один автор, второй автор, третий автор, четвертый. А еще 14, есть 48, есть 2056, и все это культ насилия, страшный культ. Тогда я сказал, нужен закон. А потом я привел несколько примеров. Невероятно, невероятно, что творят животные. у них вы когда-нибудь видели, как птичка, вот здесь муравьи, но они у них контент разум, они шьют себя, шьют, шьют, вот, шьют, шьют. Я пытался понять, представился на месте саргодаревны. У зябликов крюв короче длиннее, на этом легче добраться было до насекомых, до этих, до личинок этого. Крюва разная. Но откуда эти зяблики умеют сшить, ведь натурально берет, шьет себе, как это называется, гнездо, берет один лист, второй лист и сшивает, сшивает, сшивает. Я вместе сходил, у меня карман был порван. Я, правда, смог бы шить, если бы меня поставили к стенке и сказали, шей себе карман, дырку за шею, иначе мы тебя расстреляем. Тогда я взял иголку. Птицы шьют гнезда, шьют. Я не могу, это моя любимейшая тема. Откуда взялось это умение? Где-то когда-то появилась первая птичка, вторая, третья, теперь надо шить гнездо, чтобы увесить птицу. Кто как мог догадаться листья листья сшивать? В прямом смысле сшить, сделать дырочку, продёрнуть, ну, не нитку, а есть такие эти самые, ну, типа нитки природные. Теперь проделать дырочку в другом листе, продёрнуть, сшил, следующий, и эти же муравьи тоже самое. А мы над этой природой сгаляемся, как хотим. Поняли, чего я говорю? Кто как научил этих самых? Кто как научил? Вы представляете? Произведение с кто, кто я ещё когда-то показывал, там есть ткачи-художники, у них ещё и вышивка художественная, не просто одноцветная, вышивка. И мы попали в это такое псение откуда-то с чужого мира в эту природу. И давай гробить, муравьи вот эти, гробить, гробить, гробить. Ненависть сочится ядом со всех этих источников. Ненависть лютая. Вы, может быть, большинство из вас так посмотрели там мой вебинар, когда, наверное, кто-то действительно и гробит. Но увидите в этом масштабе этой ненависти. А если кто-то придумает это, а то он лапками в яд наступит, муравьед в яд, занесет, это же, цитирую, инструкцию, занесёт муравейник, муравейник мёртвый. А какой-то талантливейший человек возьмёт и придумает уже генетическое оружие против муравьев. Они же пакостники, их же надо ненавистили, надо уничтожить. Они же сволочи это самое, лишают нас выражая. Деревья гибнет, и возьмёт генетическое оружие. И тогда от муравейника к муравейнику потомство нет, всё. Год-два нам на этом умирать голодной смертью, нам, детям, внукам. Вы понимаете, в каком мире мы живём? Можно я на этом остановлюсь? После этого просто уже даже на вере скелат, а то фильм создал. У вас много негатива. Да что же мне делать-то? Молчать? Или с улыбкой рассказывать, как муравьёв убивают на наших глазах? Найти в лесу муравейник, эти три человека, самые, которые звёзды эти, феи, и давай их сыпать в порошок, давай поливать. Ненависть муравейнику, который законно 50 или 100 лет кормил огромное дерево дикорозно. Что же вы в лес зашли? Это же не ваша территория, вы же до сих пор убивали только фрукты, фруктовые деревья убивали. Уже и в лес забрались. Лишь бы снять ещё полчаса и получить гонора. Какой-то полупьяный, какой-то выживший из ума, как он называют сценарист? Придумал сценарий, сходили, купили яды, давай поливать, посыпать. У вас много негатива. Ребята, мы закончили эту часть. Мы сейчас переходим на вторую часть и делаем пятимонутый перерыв. А я так старался таким минорным тоном, а под конец всё равно сорвался с резьбой. Всё равно сорвался. А что вы ещё не видели, что я вам приготовил уже. А, это знаете, это само, вот это вот чудо и чудес, вот это вот, это мирослава, это вы со мной согласились, вот, что вот это вот, вот это вот, вот это вот, не случайно всё, вот это вот, вот это вот, но останется для следующего разговора. Были уже разговоры такие, да, глядя на это чудо, на это сказочное, вот, что это невидимые, невидимые биополя выдал конденсат, он встраивается туда, это, конечно, это пустышка, это конденсат, он растает и опять ничего не будет, и опять это, и когда учёные видят где-то на окне вот это же, они же ещё не знают, что существует целая гигантская подборка, им это всё куда подарят, один единственный со мной дружил, и тот сказал, что это всё совпадение, говорю, это же предвестники растений, предвестники насекомых, животных, вот, нет, совпадение, так обидно было, так дружили, вот, вы меня разбудили, вот это, папоротники, настоящие папоротники, ну-ка, ботаники, скажите, это что, случайное совпадение с папоротниками, а? пошла лишняя минута, а я не могу остановиться, это божественное начало, это вода, которая строит жизнь, вода, воде, не могу оторваться, не могу, не могу, вот она, настоящая природа, которую мы, это, асфальтовокладчиками укладываем, вот, персик, привязали, уложили, искалечили, ох, и что-то у него, это, листья начали скручиваться, ой, я уже призывал, ученые, надо несколько миллионов обследовать, и найти стопроцентное совпадение с живыми существами, вот этих же, стопроцентное, с растениями легко, вот они, еще надо с животными, а вы видели, никогда ледяные цветы не видели, ой, все, выключаю, все, 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 а то мне понесло уже, и так, в каком мире мы живем, боже мой, эрит, Продолжение следует...